Извините вам, глубоко уважаемых коллег, я сам не уролог, и поэтому первый раз выступаю на урологическом форуме и постараюсь максимально рассказать. Ну, мы здесь сняли короткий ролик, конечно, он, так сказать, такой поверхностный, ну, я думаю, сильно вникать в сущность операции нету смысла, но хочу сказать, что в чём вообще, и моё личное мнение, я, конечно, не уролог, что у данного метода очень большие перспективы, что подтверждается международным мнением. Сейчас есть две основные школы в мире, это школа, которая находится в Бразилии, в Сан-Пауло, и родоначальник, профессор Карнивали, и школа под руководством профессора Писка из Лиссабона, которые делают очень много, эмболизация, сейчас в 70 странах начато большое рандомизированное исследование, начинают применять данный метод. Что хочу подчеркнуть, что здесь является, очень большую роль играет, как бы, согласие и прогрессивность мышления, как рентгенхирургов, так и урологов, то есть, благодаря нашему урологу, Костя Геннадьевичу, то есть, он сам, как бы, изъявил желание развивать данный метод, потому что во многих клиниках просто иногда очень трудно понять, урологи не хотят. Ну, как метод был, я помню, когда развивался метод эмболизации масочных артерий, тоже было очень трудно его развивать, гинекологи не хотели, но метод сам доказал, что он очень хорош. Но, в отличие от эмболизации масочных артерий, конечно, здесь есть один нюанс в эмболизации артерии простаты, потому что методика пациента обычно больше 70 лет, нередкость пациента под 90 лет, у которых, конечно, мощные выраженные изменения артериального русла повздошных артерий, и технически операция очень-очень непростая, что вообще операция давно известна, и Россия как бы не отстает в мировом контексте, и здесь есть немалая заслуга города Барнаула, и в Москве есть институты, но и вот сейчас Дорожная клиническая больница, мы с 2011 года тоже начали проводить данный метод. Преимущество данного метода в том, что он малотравматичный, так как вся хирургия идет к малотравматичности, здесь большие перспективы. То есть не требуется специально какого-то сверхдорогостоящего инструментария, требуется только опытный рентгенхирург, который согласится иногда и 4 часа простоять, но все-таки выполнить данную манипуляцию. Кровоснабжение простаты, оно в отличие от матки, обычно начинают рентгенхирурги, которые много занимаются матками, оно обильное, то есть веточки, они очень тоненькие, но они могут исходить из разных ветвей, они могут исходить из артерии аптуротория, с половой артерии, обычно мы мы ищем нижнепузырную артерию и так далее. А у маточных артерий, соответственно, эмболизируются именно маточные артерии, и больше кровоснабжения обычно в матке нету. И поэтому как бы вот этот риск, что возникнет некроз простаты, он мал. И при этом отмечено, что даже если иногда технически не можешь заэмболизировать обе простатические артерии, эмболизация даже одной артерии имеет эффект, как и ни странно. И я думаю, что метод надо развивать шире, и я смотрю по России тоже в очень многих центрах эту проблему поставили, как говорится, на передний план, и многие уже начинают тоже пытаться ставить методику. Включите, пожалуйста, фильм. Ну вот здесь, так сказать, обычно показан инструментарий, здесь требуется обычный интродюсер пятифренчевый, он устанавливается в ведреную артерию, пункция проводится по известной методике Селедингера, ну так же, как и любая артериография, заводится обычный диагностический катетер, контрлатерально заводится в внутреннюю повздошную артерию, и вот сейчас вы видите, идет пункция. Сейчас мы будем устанавливать интродюсер. Вот так она приблизительно выглядит. Она так выглядит на всех эндоваскулярных вмешательствах. Если кто не видел. Вот он устанавливается, интродюсер. Это порт, который стоит в ведреной артерии, через который заводится весь инструментарий. Ну а дальше уже к катетерам мы селективно должны зайти, постараться дойти нижнюю пузырную артерию, либо простатическую ветку, отходящую от половой артерии. И опять-таки подчеркиваю, что технология развивается, инструментарий развивается, и, соответственно, если раньше методика, она ближе была к португальской методике, она заключается в том, что там селективно не искали простатическую ветку, а закрывали прямо нижнюю пузырную. Соответственно, процент осложнений был больше. Сейчас не просто закрывают простатическую ветвь, а ищут её ветвь, которая идёт непосредственно к паренхематозной части артерии и не закрывает уритральную. Георгий Владимирович, слайд прокомментируйте. Очень важно коллегам знать, что это. Вот сейчас мы видим заполнение простатической артерии, бассейн и кровоснабжение. Это вот левая доля простаты. Здесь чётко видно, не вызывает сомнений. Но всегда мы делаем и косую проекцию, чтобы не ошибиться. Это вот состояние после окклюзии. Здесь чётко видно. Используем мы для этого биосферы, специальный эмболизат размером приблизительно 300-500 микрометров. Обязательно используется микрокатетер. Вот здесь чётко видно заполнение правой доли простаты. Эмболизатора нужно совсем мало, четверть миллилитра. И вот это состояние после эмболизации. Вот другой случай. Здесь крупная аденома. Вот мы видим, она заполняется вся. Здесь Константин Геннадьевич отметил, что было два случая некроза слизистой. Так вот, это как раз было, как говорится, становление методики, когда мы не использовали зачастую микрокатетер. Сейчас мы везде используем микрокатетер, чтобы именно селективно катеризовать нужную нам ветвь. И постараться как меньше не травмировать соседние ветви. Ну, вот здесь так же видно. Ну, об остальном Константин Геннадьевич очень подробно рассказал. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Скажите, пожалуйста, у меня сразу такой вопрос по ходу. А всегда ли удается через подвздошную зайти? В нашем случае, значит, один пациент мы не смогли. Но одно из противопоказаний – это окклюзионно-стенотические поражения подвздошного сегмента. Ну, хотя у пациентов, которым больше 75 лет, там обычно у них у всех есть и бляшки, и кинкинги, то есть и патологические извитости. Почему это и вызывает трудности? Почему нужен опытный хирург? Ну, я понимаю, что есть и другие доступы. Можно и через плечевую артерию, можно через лучевую. Но через лучевую будет проблематично. Это очень нужен длинный инструментарий. Но теоретически возможно, да. Но я считаю, удобнее через бедренную артерию. Как Вы считаете? Я понимаю, что это вот второй вопрос. Это уже больше деталей, наверное. Только ли биосферы могут быть использованы в качестве материала для эмболизации? Или еще что-то, на Ваш взгляд? Ну, мы используем биосферы. Мы потому что, как бы, оказываем помощь. Мы стараемся придерживаться международных рекомендаций. В международных рекомендациях именно сказанной сферы. Даже там они, ну, какие-то другие. Ну, тем более тот период, когда, я помню, в рентгенхирургии сами гемостатическую губку крошили. Я думаю, этим заниматься не надо. Есть проверенные, хорошие, сертифицированные препараты. Потому что мы сейчас живем в век юридической грамотности пациентов. Будем так выражаться. И поэтому, я думаю, этого не надо допускать. Надо работать. Потому что в чем здесь работа? Мы работаем микрокатетером, просвет которого всего полмиллиметра. И зачастую крошкообразный эмболизат, он образовывает, как бы, Слаш-синдром. Он закупоривает этот катетер. Приходится выбрасывать катетер, брать новый микрокатетер. Микрокатетер, он сразу удорожает саму процедуру. Потому что он недешевый. Это самая дорогая часть из инструментария. А биосферы, они покрыты гидрофильным покрытием. И этого никогда не случается. И они достигают именно того русла, диаметр которого они представляют. Если они 300-500 микрокатетеров, значит, они застрянут именно в этой артериоле, в этой артерии. Нам же нужна точность. Нам не надо просто так взять, закупорить, чтобы еще и ретроградным кровотоком все полетело в соседние артерии. Это же нам тоже не надо. Последний вопрос, если позвольте, перейдем в зал. Может быть, он не столько вам, сколько представителю компании, которая очень скромно в углу сидит, я вижу. А вот какая у вас стоимость набора для одного пациента, если он платный? Ну, приблизительно хотя бы. То есть, какие затраты он может понести? Ну, у нас по пресс-куранту сама операция стоит 56 тысяч. Я думаю, это не так дорого. Потому что вообще эндоваскулярные технологии, они дорогие, к сожалению. Потому что дорогой расходный материал. Но если сравнивать со смежными специальностями в других областях эндоваскулярных мешательств, это просто, как говорится, даже и рассматривать не приходится. Потому что у нас есть операция мешать, допустим, на головном мозге, когда закрывает аневризм, они или работают новым препаратом, ониксом, там и до миллиона, и до двух миллионов доходит стоимость. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Я просто продолжаю, а кто оплачивает вам нет? В каком смысле? К сожалению, данная методика, она в мире развивается с 2009 года. Она не включена. Высокотехнологичный метод довольно молодой. У нас, допустим, 31 пациент в клинике. У меня опыт 45. У профессора Корнивалева, родоначальника, ну, к 300 приближается. То есть это сами цифры говорят, что метод молодой, развивается. А пациенты, кстати, у нас, я не знаю, я не знаю, они же вроде оплачивали сами все. Да, и довольно охотно, охотно. То есть это на базе муниципальной больницы? Да, у нас квот нету, к сожалению. Это не муниципальная больница. Это не государственная дорожная клиническая больница. Не государственное учреждение здравоохранения. Это не муниципальная. Валентин Ильич, можно? Энтузиаст своего дела, Георгий Владимирович.